Траурные мероприятия в памяти погибших в Одессе проходят не только в самом этом городе. В Кишиневе на сообщение о начале акции, размещенном в интернете, откликнулись многие местные жители. В столице Молдавии люди выложили слово «Одесса» с зажженными свечами. В России акции памяти проходят во многих городах. В Ростове-на-Дону люди несут цветы и свечи к зданию украинского консульства. С утра горят свечи, лежат цветы и поминальные записки у ограды диппредставительства Украины в Петербурге. Не первый день люди с цветами и лампадами приходят и к украинскому посольству в Москве. Сегодня днем там собрались в том числе представители КПРФ. Многие жители столицы говорили о том, что трагедию в Одессе они воспринимают как личную. Это мой друг по юности. Мы вместе учились в Одессе. Они забежали в здание, и начался пожар, и они все выше, выше, выше. И ему пришлось, в общем, дым, огонь, и он прыгал с четвертого этажа и разбился. Одесса – наш любимый город. Там мои родные, там мои могилы, там мои друзья. И меня в дому лежат в хайболи. Что в наше время происходит такое, что какие-то сволочи, понимаете, по-другому их не назовешь. Просто-напросто уничтожают край. Мы искренне разделяем это горе, скобим и понимаем, чтобы держались семьи тех людей, которым не вернутся их дети сейчас. Это война, это самая настоящая война против своих же людей. Это не люди. Я две ночи не сплю. Я не представляю себе, до какой степени можем, до какой степени падения вообще. Это не люди. Простите меня, люди, за то, что я не с вами, там рядом. В целом ряде российских регионов сегодня приспущены флаги. Отменены развлекательные мероприятия. Трехдневный траур объявлен по всему Крыму. На митинге в Симферополе и жертв трагедии в Одессе и погибших на востоке украины местные жители почтили минутой молчания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова